Здравствуйте! В эфире телеканал Обнинск ТВ. Программа новости в студии Ильхам Нигматуллин и Елена Сидорова. Здравствуйте! Вот о чем мы расскажем сегодня. Новостроек будет больше, деревьев меньше. Новые дома один за другим появляются на севере Обнинска и теснят не только пригородные леса, но и научные учреждения. Ринг не признает компромиссов. Обнинский боксер Алексей Егоров победил итальянского чемпиона Клименте Руссо на итальянской земле. Коллеги встречаются вновь. В Обнинском НПО «Тайфун» прошел ознакомительный семинар, где наши ученые рассказали о своей работе специалистам белорусского гидрометцентра. Специалисты Росгидромета и их белорусские коллеги всегда работали в тесном сотрудничестве. Есть программа Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды. Выполнен целый ряд проектов для сельского хозяйства, экологической безопасности, оборонного комплекса. Дальнейшие шаги в развитии этой работы сегодня обсуждали в Обнинском научно-производственном объединении «Тайфун», где прошел экспертный медийный семинар. Росгидромет и Белорусский республиканский метеоцентр занимаются разработкой концепции новой совместной программы по развитию гидрометеорологической безопасности Союзного государства. И в рамках этой работы специалисты двух стран активно используют имеющиеся ресурсы, в том числе и те, что остались после распада СССР. Получилось так, что большая часть научных исследований осталась Российской Федерации. В Белоруссии остались просто высококвалифицированные профессионалы. Погода же не знает границ, и поэтому мы сотрудничаем и в области измерения, в области прогнозирования, в экспериментальной метеорологии. В общем-то Белоруссия является полигоном для отработки всего нового, что делается в Российской Федерации. В ходе экспертно-медийного тура у журналистов появилась возможность своими глазами увидеть, например, процесс формирования облаков. Сначала на мониторе, где транслировалось происходящее в большой аэрозольной камере. А после того, как процесс завершился, у каждого была возможность почувствовать себя ежиком в тумане. Управление облаками имеет значение не только с точки зрения фундаментальной науки. Область практического применения этой технологии весьма широка. Эти исследования предназначены для изучения как механизма формирования облаков, так и способов воздействия на эти облака и туманы, с тем, чтобы получить дополнительные осадки. Дождь, так сказать, или рассеять облако, например, для увеличения видимости на аэродромах и дорогах. А эта камера тоже производит облака, но уже совсем другие, кристаллические. В свете лазерного луча можно увидеть мельтешение частиц настолько малых, что разглядеть их невооруженным взглядом невозможно. А на экране монитора они могут выглядеть так. А иногда даже так. В низкотемпературной камере моделируется то, что происходит в атмосфере на высоте свыше 2000 метров. И снова речь идет не только о чистой науке, но и о практическом применении результатов проводимых здесь экспериментов. Эти облака – это тоже ресурс для дополнительных осадков, например, но они еще и оказывают мешающее действие. Вот облака верхнего яруса, они, в принципе, мешают наблюдать из космоса. И ищем методы, чтобы эти условия видения улучшить, наблюдать в другом диапазоне длин волн, попытаться наблюдать двумя спутниками в стереорежиме. Тогда это позволит наземные объекты видеть лучше. В числе наиболее неблагоприятных погодных явлений – град, который способен нанести ощутимый ущерб не только сельскому хозяйству, но и другим областям хозяйственной деятельности. В недрах этой установки проводятся испытания противоградовых ракет. Наверное, самых мирных ракет на свете. Ольга Некрасова, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. Прорядить и застроить – такая перспектива ждет лес на северной окраине Обнинска, там, где уже стоят первые дома микрорайона Зайцева. Правда, не все горожане согласны с тем, что и дальше здесь должны расти многоэтажки. Об этом шла речь вчера на публичных слушаниях по вопросу продолжения застройки в этом районе, расположенном на стыке проспекта Ленина и улицы Белкинской. Санитарно-защитная зона 50 метров от существующей автостоянки 300 на 300 машиномест. Санитарно-защитная зона геофизической службы РАН. По границе земельного участка для строительства лыжеролерной трассы. По границе градостроительной зоны Ж3 жилого района Завражья. И рекреационная зона Белкинского оврага Р2 в соответствии с правилами для пользы не застройки. Ограничений для тех, кто возьмется за строительство на новом участке немало. И все же свои правила город здесь диктовать не может. А вот пожелания есть еще на начало освоения территории. И в этом проекте город опять фактически наехал на геофизическую службу РАН. Учесть санитарно-защитную зону института удастся только при детальном проектировании. Но главное понятно уже сейчас. Строительство здесь будет вне зависимости от прав федерального института. Именно данные в координатах по охранной зоне геофизической службы РАН были предоставлены в июне прошлого года. Земельные участки под малоэтажную застройку в соответствии с правилами земельного пользования и застройки генеральным планом 2007 года были предоставлены ранее. Ученым сложно понять, как санитарная зона геофизической службы РАН, утвержденная полвека назад, не была учтена теперь. Но здесь злую шутку над учеными сыграли вовсе не городские чиновники. Главное то, что эти земельные участки в принципе администрация города не предоставляет. Эти земельные участки были предоставлены при приватизации с отходом к генералам. Следующий вопрос строительства детского сада вызвал немало споров. Хотя в главном участники дискуссии сошлись. Детский сад в новом микрорайоне просто необходим. Разрабатывали два проекта детского сада на 120 мест и на 200 мест. Я по тому, что вы там показали детский садик, я вообще не вижу, что там были места для прогулки, как называемые, зоны. Мне кажется, что там маловато места для детского сада сейчас. Эти проекты детского сада остались только на бумаге. А все потому, что располагаться должен он был поближе к лесу и оврагу, что очень затратно. В администрации решили пойти по другому пути и нашли другое место, недалеко от автозаправки. И если те, кто строит в этом микрорайоне малоэтажное жилье, такое решение полностью устраивает. Мы за такое развитие проекта планировки территории в таком виде, в связи с тем, что многодетажная застройка от нас достаточно далеко будет и не испортит нашу концепцию. И, во-вторых, детский сад, который там планируется размещать, он, к сожалению, необходим для нас в принципе. То те, кто возводит высотки, знают, что основные покупатели в новостройках – это молодые семьи. Поэтому их потребности детский сад, рассчитанный на 100 ребятишек, никак не удовлетворит. Потребность 60 мест мне кажется неправильным. Там больше мест нужно для детей, учитывая контингент, который там находится. Строить сразу и хорошо. Именно к такой позиции призвали строители многоэтажек администрацию. Тогда не придется впоследствии изыскивать возможности разместить детей и возводить всяческие пристройки. Только вот захотят ли услышать эту здравую мысль городские чиновники? Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания «Угненск ТВ». Специалистами Калужского областного управления Россельхознадзора в результате проверки, проведенной в Боровской районной больнице, было обнаружено, что пациентов здесь кормили блюдами, приготовленными и запасной для здоровья кукурузной крупы. И дело не только в том, что у нее истек срок хранения. В образцах, которые были направлены для исследования на соответствие требованиям качества и безопасности, специалисты обнаружили повышенное содержание металломагнитной смеси. Опасные для здоровья крупы изъяты, их использование для питания пациентов запрещено. В отношении должностного лица, допустившего нарушение, составлен протокол об административном правонарушении. А сегодня днем в Обнинске случилась дорожная трагедия. Примерно в 14 часов погиб пожилой мужчина, водитель МАЗа. Его машина шла по проспекту Маркса в сторону северного выезда из города. По неустановленной пока причине платформа грузовика опрокинулась влево на железное ограждение. Вижу и просто летит машина. Вот этот грузовик. Да, и просто собирает вот это все. И просто резко поворачивается еще такой звук такой из окна. Тормоза. Я просто вижу, да. Видим это все. Я такая стойки уси. Еще капотом все задел. Все капотом. Вылетел, слышал, ну, короче, так, ну, никак вылетел из окна. Ну, короче, ни с какой машиной он не столкнулся? Ни с какой машиной он не столкнулся. Он просто резко как-то... Просто что-то с ним случилось. И он просто... Ну, кузов сложился вместе с этим, да? Да, да. От сильного удара у автомобиля был пробит топливный бак, и бензин вытек на дорогу. Водитель грузовика погиб на месте, пробив лобовое стекло и вылетев из кабины. Обнинск продолжает украшать улицы к Новому году. На днях городские дизайнеры на площади у главной городской елки установили новый декоративный элемент. Вот такую шестиметровую елочную игрушку. Кстати, вчера вечером она почему-то уже не горела, хотя горожане, услышавшие о диковинке, приходили посмотреть на такую красоту. Конечно, без подсветки оценить эстетическое достоинство нового декоративного элемента сложно. Но уже сейчас понятно, что рядом с городской елкой такая игрушка будет выглядеть нелепо. Ведь этот шарик высотой в половину новогодней красавицы. Может быть, он смотрелся бы лучше где-нибудь в другом месте? К слову, об этом дизайнеров не раз просили и горожане. Обращать внимание на все микрорайоны города, а не только на центральную его часть. Спорт. В Обнинске проходит традиционное открытое первенство города по шахматам. Эти соревнования действительно открыты для всех, в том числе и в возрастном отношении. Здесь вполне могут соперничать за одной доской дед и внук. И еще вопрос, кому достанется победа. Сейчас шахматисты играют в полуфинале. В понедельник стартовал полуфинал первенства города. Это календарный наш турнир, который проводится ежегодно. Отрадно отметить, что в этих соревнованиях принимают участие 22 спортсмена. И больше половины – это школьники. Шахматы – единственный вид спорта, где за одной доской встречаются и взрослые дети. Причем их шансы на победу равны. У старших – опыт. Но школьники хорошо подкованы в теории, которая в последнее время меняется не по дням, а по часам. Удачно выступили наши обнинские шахматисты и на первенстве области, где завивали 7 медалей из 10. Два чемпиона из Обнинска помогли областной команде занять третье место на первенстве ЦФО, уступив столице, которая прежде всего берет количеством участников. Наш юный спортсмен Сережа Абраменков поделил среди юношей до 11 лет, а ему всего лишь 8. Поэтому здесь еще ему играть, играть еще 3 года в этом турнире. Поэтому надежда есть. Ну и, конечно, наша Аня Афанасьева в Белгороде отличилась 8 из 9. Ане Афанасьеву вообще этой осенью отдыхать было некогда. Еще до первенства ЦФО она участвовала в сложнейшем турнире шахматистов – личном первенстве Европы среди девушек до 14 лет. Ей удалось на Европе по классике поделить третье и пятое место. К сожалению, по дополнительным показателям она не попала в тройку призеров, стала пятой. Но это очень почетно, потому что играла 78 спортсменок из 35 стран. И сразу после этого Анна отправилась в Таллин представлять российскую сборную на личном первенстве Европы по рапиду и по решению шахматных задач. Из четырех российских шахматистов, вошедших в сборную, два были из Обнинска. Данила Билан стал чемпионом Европы по решению шахматных задач. Это впервые проводилось. А Аня в этом зачете среди девочек заняла еще бронзовую медаль. С этого европейского чемпионата Данила Билан и Аня Афанасьева привезли еще и серебряные медали. И теперь в копилке шахматистов «Дюш Квант» прибавилось четыре медали европейского уровня. Так что победы в полуфинале городского первенства Игорь Сокрусов с большей долей вероятности предрекает молодым обнинским шахматистам. Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ. Молодой обнинский боксер Алексей Егоров завоевывает новые победы. На престижном турнире Международной федерации бокса, который проходил в итальянской столице и в городе Бергамо, наш спортсмен провел два поединка и оба выиграл. Причем среди его соперников был и любимец итальянских болельщиков Климента Русса, серебряный призер Олимпийских игр. О том, как досталась победа в этих боях и что впереди, Алексей Егорова расспрашивал наш спортивный обозреватель Николай Хнычков. Новый проект, запущенный Международной федерацией любительского бокса, сразу же приобрел популярность как у поклонников этого вида спорта, так и у спортсменов. На кону путевка на Олимпиаду. По итогам рейтинга 2013 года в АИБА были определены по 8 сильнейших боксеров мира в каждой весовой категории, которые по результатам турнира из четырех боев выявят обладателя заветного приза. В Италии кумир местных болельщиков Климента Руссо. Именно ему заранее прощили лавры победителя, но не получилось. Первый бой Алексей Егоров выиграл у алджирского спортсмена, во втором огорчил местную публику, победив самого Руссо. Первый бой тоже был не скажем, что легкий, вышел режисс, тоже довольно-таки сильный чемпион Африки, то есть немножко тоже попадя пришлось, ну слава богу, полегче получилось. С итальянцем, да, то есть там давление публики было изначально, а так в принципе разобрался с давлением, нормально настроился и хорошо отбоксировал. В турнире нашему боксеру предстоит провести четыре боя. Два уже позади и в обеих уверенная победа. 12 декабря в Неаполе следующий поединок с немецким боксером. На одном из турниров Алексей уже с ним встречался и потому о манере боя соперника знает не понаслышке. С ним встречался на Европе в полуфинале, тогда в принципе разобрался с ним, ну тут и он будет готовиться хорошо, и я буду готовиться, так что посмотрим, ринг покажет. Хотя соперник вполне по силам, недооценивать его нельзя, и потому подготовка ведется планомерно, без шапкозагидательского настроения. Указания своего тренера Вадима Мизинцева Алексей выполняет четко и работает на тренировках с полной отдачей. До 12 декабря остается совсем немного времени, и его необходимо использовать с максимальной эффективностью. Для поклонников бокса сообщу, что поболеть за нашего боксера можно будет, зайдя на страницу АИБА ПРО БОКСИНГ в Ютубе. Прогнозы в спорте вещь неблагодарные, и потому будем ждать, надеяться и болеть за нашего Алексея. Николай Хнычков, Николай Подлепалин, телекомпания ОМНИНСК ТВ. Сегодня это все. До встречи завтра. Следите за новостями вместе с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова